Бывший зампред областного правительства Михаил Крупин примет участие в выборах в Госдуму. О своем желании он уведомил обл. избирком. Бывший зампред областного правительства Михаил Крупин примет участие в выборах в Госдуму. О своем желании он уведомил обл. избирком, а баллотироваться в федеральные депутаты будет по 195-му одномандатному округу. Так как Крупин самовыдвиженец, ему придется собрать 15 тысяч подписей. Сложности не боимся. Думаем, все задачи, которые поставлены президентом Российской Федерации, будут реализованы. Заручившись поддержкой земляков, опытный управленец и бизнесмен сможет составить серьезную конкуренцию кандидатам, выдвинувшимся в 195-м Ростовском округе. Революции нам не нужны. Остаются все-таки демократические выборы. Политологи считают, что уже сегодня можно говорить, что эра почивания на электоральных лаврах у действующего депутата-народника Анатолия Гришневикова подошла к концу. Не хотелось бы, конечно, накликать в беду. Чтобы противостоять управленческому опыту Крупина, одной любви к Борисоглебской земле Гришневикову будет недостаточно. По крайней мере, по количеству конкретных дел, бывший зампред явно не уступает парламентскому мастодонту. Я считаю себя профессиональным управленцем. Я занимался и банковской деятельностью, энергетикой, строительством метрополитена. Если учесть, что в спор за 195-й депутатский мандат встревает еще одна знаковая политическая фигура, экс-сенатор Евгений Торло, то однозначно можно сказать, что спать, ну или просто закрыть глаза на ситуацию Гришневикову не придется еще долго. Продолжение следует...